Здравствуйте! Вы со мной на канале Астроумно, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. Супружеская пара из шотландского города Биггар обнаружила в старинном стуле, купленном за 5 фунтов, украшения на почти 5 тысяч. Это около 450 тысяч рублей по нынешнему курсу. Как рассказала Анжела Мильнер Браун, они с мужем приобрели стул на аукционе около 10 лет назад. Поскольку тогда они не могли позволить себе его перетяжку, то стул оказался на чердаке. Еще через 6 лет супруг Анжелы Ангус занялся подготовкой стула к обновлению и обнаружил внутри него инкрустированную бриллиантами брошь в виде цветка, серьги и кольцо. Как отмечается, ювелирное изделие с бриллиантами, изготовленное ювелирами как минимум 100 лет назад. По словам Мильнер Браун, супруг не сразу рассказал ей о находке. «Мой муж большой романтик, поэтому он решил сохранить их в секрете и удивить меня именно на знаменательной для нас дате», — сказала она. «На годовщину свадьбы он подарил ей кольцо с бриллиантом на день святого Валентина, серьги на Пасху старинную брошь. Должно быть, они были спрятаны внутри стула предыдущими владельцами. Мы просто не могли в это поверить», — заключила она. А вот еще один подобный случай. В США семейная пара нашла клад стоимостью 10 миллионов долларов, гуляя с собакой в саду своего дома. Удивительная находка была сделана в Калифорнии. В их внимание привлекло старое закопанное ведерко под тенью дерева. В ведерке пара обнаружила настоящий клад — почти полторы тысячи золотых монет стоимостью 10 миллионов долларов. Все они датированы 1847-1894 годами. Кстати, тайник был найден на севере штата, на территории одной из старинных сельскохозяйственных усадеб. Некоторые монеты оцениваются в 27 тысяч долларов. Есть и такие редкие, чья стоимость превосходит миллион долларов. Цену находки подтвердил Дон Кеггин, известный коллекционер монет. Имена счастливчиков, а также место, где их клад был найден, не разглашаются в прессе по просьбе самих американцев, чтобы не привлечь туда армию старателей с металлоискателями. Основную часть клада внезапно разбогатевшая семья решила продать на интернет-аукционе, а остальное супруги отдадут американской ассоциации нумизматов.